Пышное цветение смородины еще не 100% гарантия урожая. Красные волдыри на листьях, осыпающиеся ягоды и сухие ветки ждут тех садоводов, кто пропускает обработку смородины и крыжовника после цветения. Именно сейчас наступает главный час икс, от которого зависит судьба урожая. Посмотрите это видео до конца и вы узнаете, когда и чем обработать и подкормить смородину, чтобы получить много вкусных и безопасных для здоровья ягод. Именно перед, после цветения это тот самый критический момент, когда очень важно, во-первых, подкормить нашу смородину, во-вторых, защитить ее от болезней и, самое главное, защитить от вредителей, потому что на хорошую ягоду и охотников очень много. Для того, чтобы смородина развивалась правильно, желательно все эти три операции совместить в одну, так сказать, три в одном. Но сейчас все по порядку. Итак, первое, что нужно сделать, это однозначно подкормить. Растению в этот период жизненно необходимы все макро- и микроэлементы, но калий, в первую очередь, именно он идет на синтез сахаров, то есть обеспечивает вкус ягод. Он необходим для синтеза пигментов, которые обеспечивают яркую, красивую, насыщенную окраску. И более того, многие антоцианы, пигменты, являются еще для нас, людей, очень полезными веществами, которые препятствуют атеросклерозу сосудов головного мозга, повышают наш иммунитет, устойчивают к болезням. Хотелось бы сказать, к вредителям, но здесь никак. Так вот, мы должны подкормить наши растения. Источником калия может быть, как сульфат калия. Хлорид калия я не жалую, именно из-за содержания хлора, который не очень любят многие кустарники и деревья. И самый дешевый, и самый доступный, бесплатный фактически, это древесная зола. Главное, чтобы зола была чисто древесная, без всяких остатков отжигания пластика, бумаги, особенно полиграфии разноцветной, чтобы в ней ничего лишнего не было. Это прекрасная подкормка, которая обеспечит ваше растение калием и дополнительно раскислит почву. И заметьте, если соблюдать нормы, абсолютно безопасная для окружающей среды. Второе, что мы должны сделать, защитить наш урожай от вредителей и болезней. Поверьте, у смородины вредителей не меньше, чем у яблони и груши, если не больше. Это и тля, которая не только крутит побеги. Обратите внимание, как они погибли. Прошлогодние побеги покрутило тля, и они не смогли восстановиться. Именно она вызывает образование некрасивых красных волдырей на листьях и у красной смородины, и у черной, и даже стало встречаться на крыжовнике. Это различного рода листогрызущие насекомые, которые готовы скушать наши листики, которые готовы скушать наши ягодки, нашу зависть. Различные пилильщики и прочие листогрызы. Они именно сейчас активизируются, у них тоже период размножения. И, наконец, самый неприятный вредитель черной смородины, переносчик вирусного заболевания, реверсии, это почковый клещ. Наверное, многие из садоводов видели круглые почки, рано весной, которые вот-вот, кажется, лопнут, но этого не происходит, они просто засыхают. Это почковый клещ. Именно сейчас, после цветения, очень важно провести обработку, потому что клещ в это время начинает активно расползаться по побегам с целью заселить новые почки, убить их или даже переползти на соседний еще здоровый куст. Так вот, пока клещ не заселил почки, его можно снять. Ну и, конечно, это болезни. Уже не секрет, что мучнистая роса поражает не только наш любимый крыжовник, наш северный виноград, как его называл Мичурин, но она же поражает и черную смородину. А особенно в такие сырые, прохладные годы, как вот сейчас у нас выдается, мучнистую росу мы фактически можем ожидать в ближайшие недели, две, три, если погода не станет теплее. И именно сейчас мы можем провести защитные обработки от болезней в том числе. Как это сделать? У нас всегда есть выбор, использовать либо традиционную химию, либо биопрепараты. И я вам предлагаю самим сделать выбор. Я всего лишь предложу эти препараты. У нас целых три мероприятия. Подкормка, защита от вредителей и защита от болезней. Но я предлагаю вам для экономии совместить три в одном. То есть приготовить баковую смесь. И сейчас я расскажу, как сделать баковую смесь с традиционными химическими средствами защиты, чтобы обработать нашу смородину. Во-первых, нам понадобится опрыскиватель, инсектицид. Допустим, это будет биотлин, либо эфория, либо любой другой разрешенный у вас инсектицид. Это будет средство от болезней. Но в первую очередь то средство, которое будет работать против мучнистой росы. Например, топаз. И я предлагаю добавить в баковую смесь немного, грамм 30-40 растворимого удобрения. Я всегда пользуюсь кристаллоном зеленым специальным. За много-много лет он себя зарекомендовал просто великолепно. Особенно если использовать его в первой половине вегетационного сезона. В нем есть и азот, и фосфор, и калий, и нужные микроэлементы. Такие как магний, такие как молибден, бор, цинк, железо и другие. Эти все три препарата вы можете смешать в одном опрыскивателе по следующей системе. Для того, чтобы оптимизировать обработку нашей смородины и крыжовника, я предлагаю сделать баковую смесь три в одном. Как это сделать? Сначала наливаем в опрыскивателе немного, буквально одну треть воды. Затем добавляем туда средства от насекомых. Я беру биотлин, он как раз зарегистрирован и на смородине, вот от Тли. Но бывает такая ситуация, что бутылочка 9 мл, а нам нужно по инструкции всего 3 мл. Как отмерить? На глаз? Нет. Я предлагаю использовать обычные одноразовые шприцы. Открываем. Вот здесь, кстати, не забывайте, здесь очень хорошая штучка есть, открывашечка. Переворачиваем и проворачиваем. Вот этот вот маленький выступчик разрежет пленочку, которая находится на горлышке. И шприцом отбираем столько препарата, сколько нам нужно. Здесь даже можно рассчитать. Допустим, вы собираетесь обработать небольшое количество кустарников, буквально вам нужно всего каких-то литров 5. Соответственно, вы берете половинную дозу. Вот я возьму не 3 мл, я возьму полтора, чуть-чуть поменьше. Вот так. Все. После этого можно спокойно закрыть нашу баночку. Соблюдаем технику безопасности. Снять иголочку, тоже ее положить в чехольчик и внести наш инсектицид прямо в бак. Для защиты смородины и крыжовника от мучнистой росы я рекомендую топаз. Но он прекрасно справляется и с другими грибковыми заболеваниями. Тем же самым антракнозом на листьях. У нас идет на смородину 2 мл на 10 литров воды. Сейчас бы ее достанем. У нас есть ампулка. Кстати, не забывайте все отходы утилизировать. Не выбрасывайте их на задний двор, чтобы они не валялись нигде. Все у нас вот здесь в коробочку будет сложено и отправлено на свалку. Итак, размешиваем. Добавляем до заданного объема водичку. Вот мой любимый кристаллон. Красавец. Сейчас мы его аккуратненько зачерпнем. У нас ложечка. Две ложки на 10 литров воды. Раз. Два. Обязательно хорошо растворяем. Для того, чтобы средство хорошо растворилось, приходится иногда опрыскиватель хорошо потрясти. Баковая смесь из биотлина с топазом и кристаллоном прекрасно работает, обеспечивает защиту и подкормку. Таким образом, за одно опрыскивание мы убиваем трех зайцев. Кормим, защищаем от болезней, защищаем от вредителей. Но если вы приверженец биологического метода защиты, тогда биопрепараты – это ваш выбор. Для того, чтобы защитить свои кусты от мучнистой росы, я, конечно, рекомендую сенную палочку профит. Или оптимальный вариант – это сеная палочка и гидрогумат, который одновременно сработает и как подкормка по листу. Сеная палочка, если вы нанесете раствор правильно, способна в течение недели поддерживать защитный ореол вокруг листа. Она просто не даст мучнистой росе развиться. А содержащиеся в гидрогумате элементы питания повысят устойчивость растения к болезням, повысит их сопротивляемость. Для того, чтобы сеная палочка хорошо работала, обязательно обрабатываем и верхнюю сторону листа, и нижнюю. К счастью, сейчас у нас есть прекрасные опрыскиватели со штангами, даже выдвижными, которые позволяют наносить раствор плюша. Плюша у нас тут соучаствует. И сверху листа, и снизу. То есть обработать в прямом смысле куст всесторонне. Для того же, чтобы защитить от вредителей, от того же клеща, от пилильщиков, чтобы снять тлю, я рекомендую такие препараты, как профит-антивредитель, фитоверм и битоксибацилин. Кстати, их можно чередовать. И тогда и вредителям придется не сладко. Ну и, наконец, народные методы борьбы с вредителями еще никто не отменял. Тле по-прежнему не нравится. Мыльно-содовые растворы, настои золы, а также настои различных пахучих и едких растений. Но здесь нужно быть крайне осторожным. Если вы обработаете свою смородину незадолго до созревания настоем острого перца, или табака, или ромашки горькой, пижмы какой-нибудь, то это понравится вряд ли вам, как и тле. Поэтому с народными средствами надо тоже действовать грамотно. А лучше использовать такие проверенные средства, как мыльно-содовый раствор, зольный раствор, зеленое мыло. Главное, не позволяйте тле размножиться. Пока ее мало, биопрепараты, народное средство действует великолепно. И тогда вы действительно получите абсолютно здоровую, экологически чистую, безопасную, лечебную ягоду. И здоровые, красивые кусты. Плюс окружающей среде, микрофлоре вашей почвы, вашего участка, биопрепараты не нанесут абсолютно никакого вреда. Наоборот, если вы будете еще использовать биопрепараты, которые улучшают плодородие почвы, поверьте, микориза и вся микрофлора почвенная, микробиота, скажут вам огромное спасибо. Таким образом, у каждого из нас есть выбор, что применить. Традиционные химические способы, биологические способы. Выбор только за вами. Ну а мы со своей стороны постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы этот выбор у вас был. И, конечно, знание, как применить средства защиты правильно, как правильно подкормить и как получить здоровое растение, отличный урожай. И, конечно, всем вам процветания. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите ролики. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок.